Черно-белый карандаш, яркий маркер, дом Лесневского у каждого свой. Это второй городской пленэр для всех, кто видит красоту истории. Это здание 1907 года постройки. Дом Лесневского почему-то совсем-совсем забыл. Если видите, он прям даже зарос. И чудными разными мы пытаемся привлечь внимание. Смотрите, какой красивый выглядел раньше. Его проектировал хозяин дома, инженер и городской голова Александр Лесневский. Стояло здание на берегу заводского пруда и выделялось редким сочетанием российской и прибалтийской архитектуры. Спустя век, потеряв цветную нестатность, старинная усадьба все еще привлекает внимание. Приходят очень большие группы туристов. Иностранцы были, немцы были. Человек 25 по 30 группы. И приводят, показывают вот этот вот развалившийся дом. Мне так стыдно. Я даже к окошку боюсь подходить. В 2014 объект признали аварийным. Тогда власти оценили реставрацию в 50 с лишним миллионов рублей. Сейчас объем работ вырос. С тех пор, как сооружение передали на баланс города, оно рассыпается на глазах. Ремонт дома все эти годы был заботой самих жильцов. Они это почтенное строение как могли, так и поддерживали. Запенивали трещины, латали крышу. Я вот крышу латал, латал, но пока это молодой был. Потом просто уже надоело. Последний раз только крышу подлатал. Это сельхозный институт. Но она течет? Или покрадежница? Течет. Крыша одна из болевых точек здания. Но особняк начала 20 века трещит по швам везде. И тем не менее, в нем продолжают жить несколько семей. Собственники и по договору муниципального найма. Реставрация здания, если и может случиться, то после расселения людей. Мы встретили Оксану Глотову как раз по дороге в суд. Она требует соразмерную рынку компенсацию. В 2020 году нам предлагали за 37 квадратов, 37,1 у нас, нам предлагали 2 миллиона 90 тысяч. Мы посмотрим, какой они там перерасчет сделают. Ну, пока у нас все в зависшем состоянии. Мы четвертый год судимся. Сложно живется не только жильцам этого культурного объекта. Во время съемки к нам подошла жительница вот тех домов. Она и другие проживающие там люди тоже хотят покинуть это место. Но из-за такого соседа все оказались в Капкане. Людмила Штрек показывает свое жилище. Такое же ветхое, но здесь еще и сыро. Каждое лето к ней и ее соседям приходят инвесторы, готовые выкупить участок и расселить людей. Там непомерные деньги. Но собираем документы. Нам уже говорят, сколько соток обмерят, сколько каждому положено. Что вы хотите на эти деньги. Но тут же приезжают через месяц и говорят, нам не дают разрешения. Нам дают разрешение трехэтажные дома строить. Надо от исторического дома 300 или 400 метров тогда вести застройку. Видите ли, этот исторический дом рухнет. Да он и так рухнет уже. Однако обновленный, укрепленный дом Лесневского, где уже планируют разместить музей, ресторан или офис, привлечет внимание инвесторов еще больше уверенной люди. И желающие нас соседние дома Лесневского участок наверняка бы нашлись. Все упирается в реставрацию. Мы ждем от городского комитета ответов на вопросы о сроках расселения и восстановления памятника архитектуры. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский. День с толком.